Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ Это осень удивительно урожайна на концертный зал И открываем очередной из них Меня зовут Роман Шахов, рядом Александра Хайрулина Мы вас искренне приветствуем И, конечно, с радостью сообщаем Сегодняшний концертный зал имени группы Шапито Друзья, привет! Привет! Спасибо большое, мы первый раз у вас И мы очень-очень рады Нам тоже очень приятно А знаете, почему первый раз у нас? Я, конечно, и вам расскажу, и зрителям, и слушателям нашим расскажу Ну, во-первых, команда молодая достаточно Ей всего два года Хотя, значит, два года всего Это ровесники телерадиоканала Страна ФМ В общем, да Ну и просто не так давно вышел дебютный клип Который, кстати говоря, появился в эфире телерадиоканала Страна ФМ Прям, мне кажется, со стороны вот так звучит какая-то Скажет, что-то там непросто у них Там кто-то с кем-то Все просто хорошая песня Прекрасный клип У нас все непросто У нас все непросто, да Юрий Тренькин Давай представим Юрий Тренькин, да И Виталий Сущевский Отцы-основатели группы Шапито Да, ну, у нас только Виталий отец вообще А я пока нет, но, да Можно и так сказать А, в жизни имеется в виду в миру Да В миру что называется Ребят, название Шапито Мы смотрим серьезные рок-н-рольные парни с гитарами Но название к чему-то обязывает веселому Обожаю, когда сразу интервью начинается с моего любимого вопроса Давайте Про название Давайте, давайте Надо привыкать Да Значит, много есть значений у этого названия Одно из них Вообще, Шапито это же конструкция Вот этого цирка, знаете Бродячие артисты Вот эти все дела Вот это можно сразу там один слой Значит, следующий На каком мы, Юр, слое сейчас? Мы сейчас на восьмом Что там? Там просто смотришь в мир Видишь цирк Или все по-разному видят Ну, мне достаточно весело Отражение мира Шапито, отражение мира Все, спасибо А таким образом объясняли, почему так называется Ну, конечно Отражают в своем творчестве, в своих песнях То, что видят своими глазами в мире Я думаю, что нужно нам переходить уже сейчас к музыкальной части После которой мы обязательно продолжим знакомиться еще ближе Общаться с нашими гостями С замечательным дуэтом, группой Шапито Включайте телеки, кто нас только слушает В машине Пишите вопросы вконтакте Здесь публикация, посвященная визиту ребят Юр, Виталий, что мы послушаем? Наверное, роман Ремарк Что-то мне... Да, мы исполним роман Ремарк И кому понравится, можете посмотреть клип Это очень-очень для нас важная работа И мы очень рады ее представить Поехали Ну, у наших зрителей нет выбора Они смотрят этот клип все равно в эфире Тайна твоей улыбки неподвластна Всем великим артистам так похожа На альпийские горы и немножко Средиземного моря в тебе Все романы Ремарка твой свет Недоступный, но яркий гори Как далекие звезды не спишь В каждой арке московской пари Пой мне, пой Моя медленная паника Под сломанным зонтиком Мне тепло Если где-то в мегаполисе Ты покупаешь бантики Хорошо А свежий ветер Мне приносит ароматы твои вкусные Платье промокло, знаю, на рассвете Его высушит ветер на балконе Где в июле так жарко на повторе Я читаю, читаю, читаю Все романы Ремарка твой свет Недоступный, но яркий гори Как далекие звезды не спишь В каждой арке московской пари Пой мне, пой Моя медленная паника Под сломанным зонтиком Мне тепло Если где-то в мегаполисе Ты покупаешь бантики Хорошо А свежий ветер Мне приносит ароматы твои вкусные Моя медленная паника Пой мне, пой Моя медленная паника Под сломанным зонтиком Мне тепло Если где-то в мегаполисе Ты покупаешь Ну хорошо А свежий ветер Мне приносит ароматы твои вкусные Потрясающе! Браво! 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 Концерт в залы Романа Ремарка Слышите, прям магически, волшебно Правда, ребят, честно На самом деле, как хорошо вдвоем И никто не нужен Когда мы с тобой уже до такого уровня дойдем? Саша Чтобы вдвоем И не гости, никто Просто сидит Нам осталось научиться играть на гитарах Это как минимум Или губная гармошка После эфира, да Разгибаемся немножко И все будет то же самое Спасибо, спасибо, Саша Нас научат Ребят, ну, в общем, мы уже сказали Что группе Шабито два года Но надо сказать, что нас ценят Ребят, не два года Конечно, они, судя по всему Всю жизнь практически Занимались музыкой И, во всяком случае Уж в Москве долгое время Были сессионными музыкантами Которых вы могли наблюдать на сцене В том числе и с артистом Кварцета И Александром Демидовым Да, и еще С различными-различными командами Новомодными Да, и новомодными, и не новомодными Со всякими разными То есть Из русского рока С музыкантами Мы играли с такими Матурман Валерий Сютткин И это все наши друзья Большие Не просто же играли Еще и писали песни И пишете, естественно, сейчас сами Но и для кого-то тоже написали Случается, да, такое, что Ну, вот и Александр Демидов Тоже исполняет некоторые песни Которые мы все авторствами написали И, да, иногда бывает, что я Пишу какую-то музыку Которую не пою сам Это, как правило, музыка хуже, чем ту, которую вы поете и делаете Или другая, как минимум Это просто другая музыка Это просто эксперименты Которые мне в радость Потому что я музыкант И я могу пробовать, экспериментировать Всякие разные вещи Ну, вот исполняем мы Твои песни, которые никому не предлагаются А, Юр, ну, я так понимаю Ты целиком являешься автором слов и музыки? Я являюсь А Виталий, как вы только можете сказать Плохо, хорошо, берем Следующий Ну, в силу того, что Виталий у нас не очень разговорчивый Поэтому обычно он просто смотрит Виталий сразу предупредил Да, что сегодня он все-таки будет больше говорить Юре Виталий будет смотреть И со взглядом информацию Сообщать информацию, конечно Ребят, как вообще получилось, что вы переехали в Москву? Сложно было из Новосибирска перебираться? Билетов, может быть, не было, да, сразу Появилась возможность Сначала не было, да Потом немножечко так посидели, посмотрели И нашли все-таки билеты Сейчас все проще с билетами Можно, да Купить практически из Новосибирска в Москву Это вообще самое распространенное Слава Богу Была работа Как хорошо И получилось устроиться И никакой проблемы не было Это у нас с Виталией еще, можно сказать, школьная история Такого бенда, который еще со школой Вот вместе, знаете, играют, играют Так вы прям одноклассники? Или в одной школе просто учились? Ну, зачем вы так? Виталия постарше Простите, извините У него борода, потому что, конечно Я чуть-чуть сразу не догадалась Ну, в моем возрасте у него тоже была борода Так что это тоже Давайте все, давайте Еще из меня зрение плохое Слушайте, ну, Калинов мост Помогали вам ребята, земляки, новосибирцы? В чем-то? Как вообще? Да, у нас были совместные выступления Они с нами выступали Они с вами очень правильно высказали, конечно Совместные выступления И мы очень дружим с Виктором Чеплыгиным Это барабанчик группы Калинов мост И вот в данный момент мы записываем сейчас альбом, песни И вот один из приборов, который на студии существует на нашей Вот это их Хорошо Это, конечно, не помогает Это уже прям вклад Целый, конечно, вклад Про альбом мы обязательно сейчас поговорим Но сначала мы очень хотим послушать вас Что это будет за песня? Это будет песня, которая называется Точно не Леннон Есть такая история Не Леннон Точно не Леннон, да Нет, нет, точно не Леннон Эта история У Джона Леннона была и жена Ну она как бы есть Ну ладно Йоко Оно И вот эта история про Отлично Помню снова Рисуя дождь на луну Волчьим стоном Ревела точно Не поверил Слезы твой роттенрол Пожалели Что раньше сам не ушел Помню снова Не поверил Прячется осень Прячется лето Все одинаково И незаметно Мы исчезаем От слабости тока Точно не Леннон Точно не Йоко Помню вечер Когда мы вместе с тобой Без увечий Ушли в любовный запой Стало ясно Только тратили дни Безопасно Упили все Что смогли Помню вечер Стало ясно Безопасно 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 Прячется осень Прячется лето Все одинаково И незаметно Мы исчезаем От слабости тока Точно не Леннон Точно не Йоко Безопасно Нью-Йорк Ну, рассказывайте нам, пожалуйста, на каком этапе, сколько песен записано, когда примерно планируется выход альбома Ну, мы как немножко рок-музыканты Почему немножко? Вот сразу порождаются попусти вопросы Мы как самые главные рок-музыканты в нашей стране, скажем так Страна FM, страна... Да-да-да Нету никакого у нас этого срока, никакой дедлайна у нас не существует Мы пишем песни и делаем так, чтобы это была стоящая музыка, которая нам нравится И этого нужно добиваться, к этому идти и не засорять пространство тем, что не нравится Вот прям позавчера у нас был в гостях Александр Иванов, группа Роунда, знаете, да? То же самое сказал Пишу альбом, когда выйдет? Когда надо, тогда и выйдет В общем, это что-то есть, хорошая школа до рока, вот это теперь понятно Ну, хотя бы примерно какая-то стадия может быть есть Мы будем выпускать синглами и потом это соберем в альбом Поэтому вот сейчас мы готовим следующую песню к выходу, которая записана, которая сейчас на сведении И дай бог мы на ней снимем клип и... Юр, ну мы так понимаем, что раз вы начали сотрудничать вместе уже на Школе и Скамье Соответственно, и песни тогда авторские стали появляться Да, мы всегда свою музыку пели только Только свою? Ну, за исключением, когда сотрудничали с известными артистами А, мы не пели, мы не пели А, играли и молчали, даже если спросили бэк-вокалы Бэк-вокалы мы пели, 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 пели Бэк-вокал был, ладно, все, раскусили Ну хорошо, какой-то класс был второй, третий Не-не-не, старший класс А, ну то есть уже там девчонки и все такое Ну, девчонки, раньше, конечно, с 5-го где-то, а вот музыка уже, да Ну, кто, извините, Ромочка Вет 14-15 лет Я хотел сказать, кто кого нашел, кому подошел В легкий вот уже шел, да А, вопрос был, я посмотрю просто Кто кого нашел Да, Айзас, кто кого нашел Или ты, Юра, написал объявление, требуется музыкант в команду Шепито Требовался музыкант, да, мне сказали, что вот придет гитарист на рептицию, Виталя зовут Я говорю, мне имя не очень нравится Он, правда, не разговаривает, тебе сказали, поэтому, ну, сыграет классно Да, и вот он пришел, и вот все музыканты вокруг потихонечку отошли в сторону Ну, в хорошем смысле Да, потому что Виталька прям так там рубанул А Виталька рубанул, вот, да, рок прямо, и мы вот всю жизнь вместе И, короче, все остальные гитаристы, которые выстроились там в очередь на кастинг, они просто развернулись, сразу и ушли Потому что, понимаешь, как бы у них смысла-то нет тогда Да А к тому моменту ты уже, это был уже с образованием хоть каких-то, там, три класса музыкальной, школы или что-то такое? Да, у меня было музыкальное образование Было? Ну, как бы это было недостаточно То есть самостоятельная работа Ну, а ты-то, Юр, наверное, в тот момент, ты уже где-нибудь-то экзамены сдавал во все? Я сдавал экзамены Сальфейджу изучал Конечно Но я хотел связать свою жизнь с академической музыкой Ведь хорошая идея была, Юр Хорошая идея была, да Да и вообще, наверное, пойду Нет, 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 оставайся Ну, ух ты, как неожиданно И, да, и в тот момент, когда мне сказали Ну, все, Юр, в принципе, вот на следующий год можешь поступать к нам в консерваторию Вот больше я оттуда ушел и больше не возвращался Теперь я просто только как любитель, зритель, хожу на такие концерты и слушаю Ну, все-таки ходишь, да, и в консерватории где-то там бываешь Да, замечательно Состав команды, ребята, кто кроме вас еще на концертах выступает? Насколько расширяется у вас группа? Ну, теперь те, у кого ребята играли, теперь они приглашаются в качестве Так ли это или вы уже набираетесь? Сейчас расскажу Как музыканты мы выступаем вдвоем Но на московских концертах иногда мы зовем своих друзей, которые нам помогают Вот это как раз академические музыканты Это скрипачи Ой, как здорово Артисты, виолончелисты Это их мы видели в клипе? Это их вы видели в клипе, привет вам большое, спасибо Это какая-то группа? Нет, это просто Это просто отдельные наши друзья, да, которые с радостью нам помогают Виталь, прошу тебя ответить все-таки, хотя бы так изредка буду к тебе обращаться Вот скажи мне, пожалуйста, вот тот начинающий Юрий, автор песен и сейчас уже более опытный, скажем так Это все-таки два разных человека? Конечно Это разные стихи? Или примерно такой же? Нет, зерно одно Зерно одно Он как капуста каждый год Появляется новое что-то Спасибо, Виталь, за сравнение прекрасное Я как капуста Творческая такая Мы знаем, что Юра из семьи врачей Расскажи ты из семьи музыкантов или чем занимаются родители? Мой отец в молодости играл на танцах Так Вот, но, к сожалению, не продолжим этим заниматься Ну, как любитель Мама бухгалтер Вот, там все просто Тебя в музыке поддерживали, потому что Юру поддерживали, правильно? Конечно, меня поддерживали Вот эту гитару подарил мне мой отец Ого Давно-давно, я до сих пор не играю Значит, хорошая гитара Гитара прекрасная Показываете ли родителям песни, какая у них самая любимая? Ну, конечно, но, представляете, у всех дети нормальные, они занимаются нормальной профессией Ну, ладно, тебя поддерживали в занятиях музыкой Ну, потому что они понимали, что или поддерживать, или как бы, ну, что я облежал сериал и смотрел, да, читал книжки всю жизнь То есть, конечно, лучше поддерживать, особенно, я такой говорю, я, наверное, в Москву поеду, да, молодец, давай То есть, они даже обрадовали, что ты, наконец-то, освободишь диваны, пространства каким-то образом дома будет больше Папа тебя музыкально образовывал, то есть и Queen, и Sting, все это, Beatles, это все от папы, да? Да, у меня такое ощущение, что сейчас он зайдет, вот так вот пройдет, скажет, а вот еще кассеты, послушай Да, это, мы ездили, тогда еще была такая ярмарка, где продавались видеокассеты В Новосибирске все? Да, 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 и вот каждую неделю мы приезжали, и он мне покупал вот разные всякие Queen Вот это надо послушать Да, да, я немножечко слушал «Руки вверху», так вот, ну, когда он не покупал мне кассеты «Руки вверху» и всякие Вот «Ронда» Иванов, вот тоже я люблю «Грешный душ и печаль» Да, мой любимый альбом Сергею Трофимову большой привет Виталий, ну а тебе знакомы эти артисты, о которых говорит Юра? Конечно Так получилось, что музыкальный вкус у нас идентичный Правда? Ну это вот большая удача Хотя, может Слушайте Поэтому вот и спелись, и сыгрались, и мы сейчас, конечно, с удовольствием вас еще раз послушаем Давайте исполним песню, которая называется «Сумасшедшая» Отлично! 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 Если бы рассвет с тобой, я бы встретил Если бы твоей слезой, я бы видел Что-то перепуталась в ночи За это меня простит На холодном берегу плачут волны Темнота, и я бегу, я все помню Около Венеры и Луны Вы были с тобой одни Сумасшедшая с неба, сошедшая Для меня все это придумала Я слышу, как сердце стучится И прячут ресницы, заманчивые глаза Сумасшедшая с неба, сошедшая Для меня все это придумала Я слышу, как сердце стучится И прячут ресницы, заманчивые глаза Сумасшедшая Сумасшедшая За высокой, за горой Ходят люди Будем там, и мы с тобой Все там будем Рано или поздно, но не зря Туманами сентября Улетим и никогда Не вернемся Через тучи облака Прикоснемся Ко всему, что только захотим А может быть мы не спим Сумасшедшая Сумасшедшая с неба, сошедшая Для меня все это придумала Я слышу, как сердце стучится И прячут ресницы, заманчивые глаза Сумасшедшая с неба, сошедшая Для меня все это придумала Я слышу, как сердце стучится И прячут ресницы, заманчивые Сумасшедшая 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 с неба, сошедшая Сумасшедшая с неба, сошедшая Для меня все это придумала Я слышу, как сердце стучится Я слышу, как сердце стучится И прячут ресницы, заманчивые Сумасшедшая с неба, сошедшая Сумасшедшая с неба, сошедшая Для меня все это придумала Я слышу, как сердце стучится И прячут ресницы, заманчивые глаза Сумасшедшая 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 Дамы и господа Романтичный гитарный рок-н-ролл Сегодня в концертном зале Группа Шапито Смотрим, слушаем и общаемся Наслаждаемся, конечно Замечательная музыка Чудесные голоса И если главный голос Получается автор всех песен Юра, то Виталий Это помимо того, что еще и руки Но еще и глаза коллектива И на ноги коллектива Сейчас объясню, к чему я веду Потому что Юра, по моим наблюдениям Он раз в два открывает глаза За исполнение песни С чем-то связанной Именно в нашей студии Потому что мы с романом Я просто смотрю на тебя И отвлекаюсь И начинаю забывать слова Поэтому Спасибо, спасибо Хоть неправда Но так приятно Саша, это правда Я вижу по глазам, что правда Но ты можешь доверять Виталию Потому что он все четко контролирует Здесь как бы смотрит все Ну а почему нога Я просто хочу рассказать Ну попросить тебя Расскажи пожалуйста В двух словах Для тех, кто может быть Смотрит сейчас нас И может быть И не так близок к музыке Как мы с вами Что у меня под ногами? Да, что вот это Три кнопки Под ногами У меня педали эффектов И очень просто Такой звук Такой Ну Виталия исполнил Три одинаковых звука Поэтому на самом деле Это просто Чтоб чем-то ему заниматься Во время песни То есть знаете Ну Нет Ну на самом деле Конечно ты шутишь И понятно, что абсолютно Штука для чего-то нужна И слышно Слышно в музыке Что там меняется Процессор гитарных эффектов Александра Как мне кажется Просто лампочки Они горят Расскажите мне пожалуйста Про народную любовь Которая растет Изо дня в день Ну по-первых Вас очень хорошо знают По фестивалям Достаточно масштабным Крупным Ну и плюс ко всему Ведь уже у вас Гастроли есть вовсю Были замечены В том числе Например в городах Юг России И не только Да у нас история Началась очень Забавно У нас не было ни одного Трека записанного И мы поехали По стране С концерта Ну то есть песни у нас были И вот мы поехали А вы чем названием Пытались привлечь людей Что думали Что цирк приехал Юр как так получилось Что вас приглашали Потому что ну Люди же должны По закону жанра Где-то услышать песни Да Оказывается в наше время Не обязательно Вот для этого Нужно просто один раз Выступить Чтобы тебя сняли на телефон И вот появится Какое-то видео Конечно Век интернета Все очень просто Да и наш директор Павел спасибо ему большое Он Паша Даже до страны дошел Понимаешь Да мы поехали Уже очень много городов И то есть летом Мы обычно на юге В южной стороне У него одни там Многие замеченные артисты А зимой это у нас Сибирь И туда вот все Дальше Что происходит с людьми В зале Каким метаморфозом Ну не знаю Может быть они улыбаются Широко Начинают танцевать Подходят Потом говорят Ребята вы крутые Однажды в Новокузнецке Давайте я расскажу Непопулярную историю Однажды в Новокузнецке Мы вышли на концерт Это был такой ресторан И было очень холодно На улице Да и люди наверное устали То есть наверное пятница Я не знаю И вот они сидели С своими напитками И грозно смотрели Грозно? Ну они То есть это еще было до Ну то есть нас еще не было на сцене Они уже туда смотрели Грозно Вот Потом мы вышли Ничего не изменилось И вот они слушали Хлопали Слушали и смотрели И я краем глаза Увидел одного человека Который Я не знаю Как Трехо да Фамилия Мачете Который вот Денни Трехо да Вот что-то я никогда не видел Местный Денни Трехо да Да И вот он сидел И смотрел Я даже во время концерта Виталий говорю Виталий давай просто сейчас Вот там выход Мы просто бежим туда Тебе было интересно Когда он достанет Да когда он достанет Ножу Да И Но так получилось Что после концерта Мы уже собрались Собрались и вышли И вот именно он подошел И сказал Ребята как мне понравились ваши песни Ах надо же как Я говорю ладно ладно все хорошо Можно мы пойдем Ну вот видишь как Просто вы его в хорошем смысле Удивили мне кажется А он не ожидал абсолютно Да Он чего угодно ожидал Да А вообще музыка У нас достаточно светлая музыка И Я замечал такую тенденцию То есть если перед нами Выступают какие-то такие Злые рокеры Ну вот Сгущают Которые Сгущают Или рэперы злые Да 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 Ну и люди соответственно реагируют Так А вот после них Самое вот мое любимое выступать Потому что ты выходишь Начинаешь петь такие песни И люди меняются То есть они начинают Ну у них начинают В глазах лепло Вот в прямом смысле Прям бальзам на душу Вот мне кажется что да И я очень хочу Чтоб такой музыки было больше Поэтому пишу песни А Юра как тебе кажется В этом заслуга твоя исключительно Ну то что получается Такая положительная Очень энергетика В этих словах Ты их И ты закладываешь Именно эти мысли Желание Чтобы люди Авторский посыл Получали именно да Такой свет Я считаю что это Работа всей команды То есть это директор Который Предоставляет Возможность Выступить Где-то Люди которые нас принимают Виталия который занимается Всеми аранжировками Всеми Всеми вот этими Настройками Всеми инструментами Да И это Илья Наш режиссер Который снял Вот этот клип Прекрасный И показал Так это Илья Это Илья А что же он скромно сидит в стороне А вот это Илья Вот он сидит в стороне В общем уже Илья сидит в скромной стороне Он должен был обязательно Оказаться с вами здесь Да Да Режиссер и Саш за кадром в основном Да Режиссер за кадром Ну кстати да наверное Я так понимаю что он сейчас ведет съемку оттуда тоже И на какие-то песни Потом соберется тоже Небольшой такой хлеб Ну что хорошо Нам вот наши звукорежиссеры уже говорят Что давайте-ка споем Да давайте споем Что же ребята пришли к вам болтать А они пришли петь и говорить Все умолкаем Письма на лавочке Песня которая наверное выйдет следующей Я надеюсь М-м-м Позвони мне по номеру Расскажи мне историю Поцелуи робкие твои Мои С ветром останутся В прошлом останутся А ты если хочешь пиши если хочешь во сне Письма на лавочке в старом своем дворе И запах молочный твой срочно так нужен мне И письма на лавочке И письма на лавочке Твои письма Вместо рук твоих рядом пыль Вместо близости сотни миль Просыпаюсь ночью весь в поту Ищу Ищу только мне вернуть Забудь ее просто забудь А ты если хочешь пиши если хочешь во сне Письма на лавочке в старом своем дворе И запах молочный твой срочно так нужен мне И письма на лавочке в старом своем дворе И запах молочный твой срочно так нужен мне И письма на лавочке в старом своем дворе 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 Позвони мне по номеру Друзья, надо сказать, что телерадиоканал «Страна ФМ» против вандализма. Не портите скамейки ни в коем случае. Пользуйтесь телефонами, гаджетами, пишите сообщения. Просто сидя на скамейке. Группа «Шапито» и песня, как сказали ребята, которая, скорее всего, очень скоро появится уже где-то на просторах интернета. И значит, может быть, Илья снимет на него клип, и он появится в нашем эфире. Ребят, ну до зимы, наверное, да, все это будет? Да. До зимы, все отлично. Сроки поставлены, Саш, так что ждем. По поводу тематики, расскажите, это лирика, или вы, может быть, еще какие-то, не знаю, ювалистические, например, песни какие-то вы делаете? Ироничная тематика просто. Ну, ирония, я думаю, она присутствует. Ну, стебные там, что-то такое. Нет, не делаем. Есть огромное количество прекрасных артистов, которые очень хорошо это делают. В этом жанре именно работают, да. И чего, собственно, с ними состязаться, отбирать хлеб. Да, мы вот, какая музыка пишется, такую и поем. Молодцы. Мне очень интересно, Юра, Виталь, когда... Как вы поняли, что наступил тот момент, когда уже пора в одиночное плавание отправляться? Ну, в дуэтное плавание, скажем так, да? Да, и, в общем, и тратить время уже на сотрудничество с другими артистами. Да, мы это изначально понимали. Можно сказать, что мы, собственно, из-за этого и в Москву поехали. И просто в какой-то момент... Достало! Знаете, нас просто позвали. Нас позвали в Астрахань с концертом, и мы такие говорим... Это значит знак. Да, и мы сели, и сделали программу, и вот так и ездили на поэму. С тех пор и покатились, да? То есть нас, можно сказать, уже вытащили, чтобы мы... Что пора. Засиделись парни, пора на гастроли. Вопрос, который касается супруги Виталия. Она же певица. Да. Вот расскажи, какой у нее репертуар, и будет ли что-то у вас совместно, например, у нее и у команды Шапито. Это я не могу ответить сейчас. Моя супруга, Калина Цветкова, она поет, она любит джаз. И поет джаз, собственно. И если джазовое произведение появится в репертуаре группы Шапито, то, конечно, такое сотрудничество возможно, да? Да, конечно, она нам очень помогает. Она профессиональная певица с большим опытом, работает с разными артистами. И подсказывает какие-то вещи с моим голосом, с Виталиным голосом. Поэтому она всегда с нами. Немножко такой продюсер у вас по голосам она является. Да, можно так сказать. Карине, большой привет и спасибо. Есть ли такие коллективы, с которыми вас сравнивают очень часто? Такие-нибудь чуваки там в соцсетях пишут. Ну, понятно, они копируют тех-то. Вот не очень это, не очень распространенная история. Потому что на сегодняшний день, наверное, вообще вы такие, да, одни. Мне это очень нравится, потому что, во-первых, эмоции бывают разные у людей. То есть человек может просто идти слушать какую-нибудь песню и потом сказать, что типа Дэк это вот, как Александр Иванов, например, да? Вы как Александр Иванов. Поэтому это всегда очень путанное. Но вот такое, что вот нам конкретно говорят, что мы на кого-то похожи. И все время повторяясь, да, как какое-то сравнение одно и то же. И того нет. Такого нет, слава богу. Надеюсь, что и не будет. Ну, значит, будет такая история с вами. Вы уже станете как раз тем коллективом, с которым будут сравнивать остальных. Известным большим коллективом. Ну, понятно. Я типа Шепито косяд. Вот так. А что Шепито слушает? Какие песни? Что нравится вам? Какая музыка? Ну, современная. Ну, давай что, всю жизнь. Эдширен. Хорошо. А всю жизнь? Классическую музыку, Юра же сказал. Он ходит на классические концерты. Да, мне нравится классическая музыка очень сильно. И композиторы, и все эти дела. Но что касается эстрады, и там рок-поп-музыки, рэп и так далее. Мне нравится выдающиеся произведения. То есть мне нравятся хиты. То есть мне нравятся произведения, которые вот прям отличаются. То есть я не заслушиваюсь каким-то артистам. И вот говорю, что вот это вот мой любимый артист, да. Ну, могу только про группу Квинт так сказать. Ну, ладно. А в основном это вот какие-то... Вот просто появляется какое-то произведение, мне оно нравится. Мне практически безразлично, кто его поет. Важна идея. Ну, для меня. Ну, сейчас песня у нас появится тоже в эфире, друзья. Поэтому наши зрители, слушатели, либо она понравится вам, либо она вам очень-очень понравится. Тут только два варианта. Это не сон на мою страсть, на мою боль. Это не смерть из твоих глаз. Это наш крах, это про нас. Летаем, но не высоко от земли. Стираем из памяти тонны любви. Расставание ресницы не бережет. Чтобы быть с тобой видно, я совсем не тот. Расставание ресницы не бережет. Расставание ресницы не бережет. Летаем, но не высоко от земли. Стираем из памяти тонны любви. Расставание ресницы не бережет. Расставание ресницы не бережет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова В каком количестве песен появляется у тебя в месяц? КПД. Раз в месяц, два в два. Помните, наша программа начиналась с того, что я люблю лежать на диване, да? Читать книжки. Поэтому КПД не очень высок, но я работаю над этим, сейчас очень сильно работаю, поэтому сегодня мы не смолним и 20 песен, потому что я пойду писать. Дальше работать. Дальше работать уже время, ребята, время уходит. Чтобы писалось лучше, Юр, что читаешь-то? Я... Поэзия, проза что у тебя? Нет, проза, проза. Романы, ремарка. Вот я люблю, как вы поняли. Да, вы поняли прекрасно. Да, и некоторые люди думают, что я только ремарка и читаю. Дарят, наверное, на концертах. Нет? Что-то дарили, да. Что-то дарили. Но я уже читал, поэтому... Ну ладно. Да поэтому уже не дарите ремарка. Много других замечательных. Слушайте, да... Как ее можно дарить? Любые выдающиеся произведения. Вот все мне нравится. Вот прям вот бывают хорошие книги, а бывают плохие. Как с музыкой. Как со всем. Молодец. Стараюсь хорошие читать. Что касается родного Новосибирска, там вы, наверное, мега популярны. Там, наверное, вы приезжаете, и у вас сразу уже красная ковровая дорожка, папарацци... Вот все именно так. Ну, если серьезно, как это? Они вообще знают, что вы тут уже набираете популярность? Новосибирцы в курсе? Конечно, они, я думаю, что даже сейчас, я думаю, что они смотрят. Привет огромный. Очень хорошая команда, да. Да, привет Новосибирску. Для нас это родной дом, и концерты в Новосибирске, они всегда особенные, потому что это очень приятно. Есть большая разница, когда ты не знаешь людей в зале, и когда ты знаешь людей. Это большая разница. И наверняка вы уже сталкиваетесь с тем, что молодые новосибирские команды какие-то музыкальные уже к вам обращаются, да, за помощью. Ну, или музыканты единичные какие-то там, что помогите, Виталий, Юр, да, ну как вы же там, вот уже как-то где-то, а мы... Да, 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 они говорят, помогите, а мы говорим, послушайте песню и присылаем свою песню. Вам не показывают какие-нибудь песни, говорят, ну как вот оцените? Я понял, это... да. Нет, что-то вот мы потеряли нить с новосибирской музыкой, и я не могу сказать, что я в курсе, что там происходит, поэтому... Напишите им ВКонтакте, ребят, из Новосибирска. Завалите их, ребят, своими песнями. Пишите Виталий, он, как вы видите, активный человек. Он разотвечает. Так, что мы поем, да, правильно я поняла? Мы поем. Что это за песня? Ну, два слова хотя бы. А сейчас будет песня, которая называется... Пешком до Китая. Я всегда был таким, упрямым, неисправим. За мечтами закрытыми, глазами спешим. Ты всегда за спиной берегла и ждала, Но вернувшись домой, я не увидел тебя. Ветер зимний, я не забуду никогда. Будет вредно ты, напиши, как твои дела. И не прекращая, пешком до Китая, Топаю, топаю я день до края. Ночь уже близко, ночью случайно, Я потерял тебя, потерял день. И не прекращая, пешком до Китая, Топаю, топаю я день до края. Ночью уже близко, ночью случайно, Я потерял тебя, потерял день. Тебя я... Все так глупо, но я продолжаю идти, Наплевать, что не ждет меня никто, я один. Ветер зимний, я не забуду никогда. Будет вредно ты, напиши, как твои дела. И не прекращая, пешком до Китая, Топаю, топаю я день до края. Ночью уже близко, ночью случайно, Я потерял тебя, потерял. И не прекращая, пешком до Китая, Топаю, топаю я день до края. Ночью уже близко, ночью случайно, Я потерял тебя, потерял. Ветер зимний, я не забуду никогда. Будет время, ты не пиши. И не прекращая, пешком до Китая, Топаю, топаю я день до края. Ночью уже близко, ночью случайно, Я потерял тебя, потерял. И не прекращая, пешком до Китая, Топаю, топаю я день до края. А ночью уже близко, ночью случайно, Я потерял тебя, потерял тебя. Студия 89,9 концертный зал. Дорогие друзья, группа «Шапито» по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ» Мы слушаем замечательное романтичное произведение. Которое должно обязательно войти в новый альбом. Ребята о чем-то договариваются, что-то говорят, что случилось, скажите нам по секрету. Мы выбираем песню, если мы можем... Информация, она в наших соцсетях, то есть это вы набираете группу «Шапито» в «Контакте» Или через «Контакт» «Страна ФМ» можно посмотреть. Конечно. Там, по-моему, вы же наш клип туда поместили. Конечно. Там есть ссылки, поэтому... В эфире есть, да, все есть. Если так, будет проще. Инстаграм, фейсбук, ну, здесь везде все у нас там находится. Вот там вот подписывайтесь, следите, если вам нравится, приходите на концерты, Потому что песен в записи немного у нас, но зато мы поем все живем. Но они, друзья, записывают песни, они снимать собираются клипы, Так что мы надеемся, что скоро будет гораздо больше команды «Шапито» в медийном пространстве. Юра, Виталий, я хочу задать такой вопрос. Два года вам, два года нам, но сейчас не о нас, а о вас. Весь чем я хочу спросить. Вы довольны тем, как развивается жизнь группы «Шапито»? Вот хотя бы за эти два года. То есть, понятно, конечно, могло бы быть и еще лучше. Да, но... И уже тур по миру. Да, по миру пока что у нас тур не предвидится, но я думаю, что все впереди. А вообще можно сказать, что мы довольны, потому что практически не имея записанных песен, Мы уже все это время гастролируем, поем на больших площадках, на разных площадках, в разных городах. И мне кажется, это прекрасно. И эта история настоящая, и от этого любопытнее, как она будет развиваться. То есть, мне самому, точно так же, как, наверное, и нашим слушателям, интересно, что будет происходить. Вот для меня такая же загадка, поэтому мне просто нужно будет посмотреть. Виталий, а ты что скажешь? Доволен ли я? Конечно, доволен. Это есть, это живет, это развивается. Слушай, у тебя же дочка маленькая, да? Да. Как она относится к творчеству команды Шапито? Играешь ей что-нибудь вечерами? Конечно, она поет. То есть, какая-то бедная дочка, которая маму вынуждена слушать и папу вынуждена слушать. У нее больше нету никаких артистов, она только папу и маму с утра до вечера. Колыбельная, например, вечером. Она очень любит музыку, любит петь. У нее прекрасный слух, и я даже очень завидую, потому что бывает, что я что-то записываю, она бегает рядом. И исправляет себя. И поприлает точнее. Не дотянул, не дотянул. Да-да-да, у меня что-то не получается, и она бегает там. И раз там все чисто и очень прекрасно, и держат, да. Ну, надеемся, что дядя Юра напишет когда-нибудь для нее тоже какую-нибудь детскую песню. Ну, а свободное время, ребят, если оно у вас есть, чему посвящаете? Я уже отвечал на это. У тебя семья, правильно? Трозиван, я очень хотел сказать. У тебя же дача там в Подмосковье, ты достроил? Нет, я занимаюсь. Занимаешься, да? Очень много дел. Надо все успевать. А у меня дел поменьше. Мне нужно, да, у меня вообще нет никаких дел. То есть, знаете, вот я не помню, кто это сказал, но какой-то очень умный человек сказал, что я никогда не стоял, когда можно было сидеть, никогда. Молодец, Черчилль. Не сидел, когда, да, вот, Черчилль. Эрудиция. Молодец. Поэтому, вот, да, у меня никаких дел нету, поэтому, если кто-то хочет... Ты ждешь, сидишь или лежишь и ждешь вдохновения? Музу. Конечно, конечно, да. А, она же дама такая? Да. Еще в лес хожу. У меня лес рядом с домом, я хожу туда. Заземляешься или грибы? Грибы собирал? Кто-то сейчас подключился к эфираме. Ты грибы собирал? Сейчас как раз, я знаю точно, собирают подосинки, под березы. Сейчас прям пора, сезон. Нет. Я тебе говорю, не ходи просто так в лес, смотри под ноги, там же... Договорились. Ребят, мы желаем вам активного продолжения в проекте Шапито, чтобы у вас были и небольшие вот такие вот дуэтные варианты, и большие концертные. Надеемся когда-нибудь увидеть вас уже здесь с контрабасами, с симфоническим оркестром, как вариант. Ну и зовите всех на концерт, когда они будут у вас происходить. Спасибо вам огромное, и нам очень приятно у вас здесь быть, у вас очень уютно. Спасибо. Мы очень рады, что вы есть, что вы появились в нашей стране, и что вы появились и в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». И правда искренне желаем вам успехов, и ждем новых клипов, новых работ. Группа Шапито, друзья, концертный зал. Любите завтра, и голосуйте за ребятами на программе «Хит страны». Спасибо за романтичный настрой. Вот она, история нашей любви. А где-то там всю жизнь кружат корабли и созвездия. До умопомраченья стараются отчерчивать путь по течению теплому. Идем закрыты глаза, а сколько же долгих ночей мы ждали этого дня. Вселенная внезапно открывается. И если встать на цепочке, становишься чуть ближе к звезде. Становишься чуть ближе к звезде. Становишься чуть ближе к звезде. А где-то там всю жизнь кружат корабли и созвездия. До умопомрачения стараются отчерчивать путь По течению теплому Идем в закрытые глаза А сколько же долгих ночей мы ждали этого дня Вселенная внезапно открывается Так важно просто не пропустить Отправляемся жить своей мечте И только прямо по курсе Все так просто почувствуй Летим мы в космосе И если встать на цепочке Становишься чуть ближе к жизни И только прямо по курсе Все так просто почувствуй Летим мы в космосе И если встать на цепочке Становишься чуть ближе к звезде Становишься чуть ближе Первая Студия 89,9 Концертный зал